Позавчера мы провели онлайн прием жителей нашего округа, было очень много насущных вопросов. И один из вопросов состоял в том, что часть семей нашего округа не получает продовольственную помощь. А сейчас в рамках программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Гробьева идет продовольственная помощь для семей, которые имеют три и более детей и социально незащищенных семей. Мы быстро собрали списки, которые не вошли в список соцзащиты, а именно через соцзащиту администрация выдает эти продовольственные пайки. Также обратились к администрации, оперативно все решили и вот сейчас забираем продовольственные наборы и везем жителям нашего округа. Елена Валентиновна, здравствуйте, депутат Шадриков, мы поучу привезли. Вот мы на будущее в социальной защите уточните, есть ли вы в списке, если нет, вам надо вступить. Если какие-то проблемы по вступлению, звоните. К сожалению, по адресу Первомайской семьи, квартира 20, да, у нас семья на карантине, поэтому мы просто стоим в коробке. Находиться в контакте с ними не нужно и, в принципе, запрещено. Здравствуйте. 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 Вы вчера подавали список, правильно? Аня, вы сказали? Да. А вы в социальной защите стоите? Да. А списка у вас нет? А вам, получается, не приносили еще ни разу? Нет. Здравствуйте. Так надо уточнить, у списка есть, чтобы вам постоянно была помощь? Нет, мне как бы звонили в соцзащиту, спрашивали, но еще пока ничего нет. Я помню. Что это? Здравствуйте. Вы же в социальной защите или нет еще? Пока нет. Вы знаете, вам сегодня помощник, мы вечером наберем, вы с ним связи держите. Если какие-то будут проблемы с оформлением, позвоните. У меня просто у меня сейчас стрелку с института старшей дочери ждет, что она, не знаю, никак не получится. Для продвения многотепности, скажем. Да, да, но в любом случае мой помощник вам наберет, вы с ним, чтобы были на связи, чтобы его номер записать. Возьмите помощь. Ну ладно, я тогда Любовь Анатольевичу не сейчас наберу, я ее дам. Все, вы раз наберете ее. Да, Алина, еще мне адреса прислали. Так. Пять адресов. Но уже было поздно. Так. Сейчас работы. В понедельник это побьют, и мы во вторник это придем. То есть, получается... Это по многодетному у вас? По многодетному у вас? По многодетному у вас? По многодетному у вас? Да, да. А у Алика получается первомайская. Да, да, пять. Пять? Вы 65 плюс 80. Последняя у нас была Немировская. Я еще скину тебе, у меня еще есть. Да, давай, у меня получили. Речная-2, многодетная семья, они уже получили помощь, в моем доме нет, Речная-5 нет, там нет, значит, аптечески 1 получили, то есть, в общем, и так. Ну, что я хочу сказать? Вы заметили, что я похудел? Да я вообще, я, между прочим, еще... 17 килограмм. Я еще на экране это все видела. Я бы что-то такое с Ильей Сергеевым. Прям непонятность. Вера Геннадьевна? Здравствуйте, это депутат Шабриков, блядь, здесь, я вам помощь привез. Здравствуйте. Здравствуйте, Курик. Так, вам помощь? Вы в социальной защите состоите? Так, с центром я состою. А, в социальной защите? В социальной защите, по-моему, нет. Вам не разве еще не привозили? Нет, не разве. Вам надо, понимаете, вся помощь идет через соцзащиту, администрация запрашивает списки, в соответственно, различные категории. Ну, и если у вас этого нет, значит, начнем наступить. Хорошо, спасибо большое. В селе 16 мая мы развезли помощь многодетным семьям и социально незащищенным семьям, которые не вошли в список социальной защиты. Большое спасибо администрации. Когда мы им подали списки, они оперативно их несли и помощь была развезена. Единственное, что не все вошли, порядка 7-8 адресов мы это сделаем на следующей неделе. Берегите себя, своих родных и близких. Занимайтесь спортом, повышайте иммунитет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова